4 часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого канала новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте! Иволгу сегодня поднимают. В эти минуты в затоке идут работы по подъему затонувшего прогулочного катера. Утром прибыл плавучий кран, который должен осуществить подъем судна. Капитану Иволге огласили о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Он задержан. Страшная трагедия случилась в субботу. В результате кораблекрушения погибло 14 человек. Подробности смотрите далее. Солнечная погода и тихое море. О субботней трагедии напоминают только фрагмент судна, торчащий из-под глади воды. Синий-красный борт Иволги. Первыми на месте аварии работали водолазы и спецтехника на берегу священнослужители. Когда спасательные работы завершились, прибыл плавучий кран в понедельник утром. Он и должен осуществить подъем рыболовно-прогулочного катера. Несколько часов длится подготовка. Спасатели цепляют тросы и проводят другие необходимые работы. Капитан Иволге задержан. Ему огласили о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло гибель людей. Информация о том, что он был пьян, не подтвердилась. Капитан судна уже задержан. Остальные все моменты. Может быть, также изучен вопрос о недопуске спасательного судна. Они вовремя подняли, не подняли, как видите, мост. Представители залезницы. Так что по всем этим вопросам активно идет следствие. Капитан этого судна схватился за табуретку, выплыл и скрылся с места происшествия. Его отец, владелец судна, был, смотрел на все это и тоже сейчас скрылся. Его ищут, разыскивают. Судно было в разы перегружено. Рассчитанное на 12 человек приняло на борту 36. В единый реестр внесено в ведомости о совершенном преступлении по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины. Сейчас в настоящее время проводится последняя расследование. Нарушение в том, что водолазный катер, на котором выходили люди, является водолазным катером, который имеет право перевозить только группу водолазов. И водолазное снаряжение пассажиров он перевозить не имеет права. Это пока то, что установлено на данный момент. Результат такой преступной халатности – 14 погибших пассажиров катера. 22 человека удалось спасти. Часть из них в больнице. Среди спавшихся – Дмитрий, рыбак из Кировограда. Его друг погиб. Непонятным образом перевернулась. Шторм большой был. Он же возвращался уже в порт. И он просто перевернулся. Как вы добрались до берега, скажите? Мы на плоту. Я на плоту был. Сашу спасли. Мы снимали. Другой катер, сонный якорь был. А получается, места не хватило всем на плоту? Он же небольшой? У нас 13 человек было в плоту. Мы его еле раскрыли и забрались. У него тяжело, конечно, забрали. Трагедия произошла в субботу после обеда. Судно возвращалось с рыбалки. Волна ударила о борт и перевернула Иволгу. До берега оставалось около 400 метров. После того, как катер поднимут, будут изучены документы и дана окончательная правовая оценка происшествию. Пока всем маломерным судам в море выходить запретили. Их ждет проверка. А 17 октября навсегда останется днем траура. Процесс подъема катера рассчитан на несколько часов. Отмечу, что на месте побывал и председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Там он сделал несколько заявлений. Какие именно знает наш корреспондент Александр Полуев. Он сейчас на прямой связи с нами. Саша, расскажите, что нового удалось узнать? Игорь, добрый день. Мы выходили в море непосредственно с председателем Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили к месту крушения корабля. Там сейчас работают лазеры. Пытаются прицепить трос, чтобы плавучий кран мог поднять из воды Иволгу. На месте Михаил Саакашвили сделал несколько заявлений. По его словам, возможно, что тела погибших еще есть и на борту судна затонувшего. Поскольку в милицию вчера и сегодня обращаются люди, которые не нашли своих родственников в списках погибших. И их также нет среди спасенных. Кроме того, Михаил Саакашвили сказал о том, что с госпогранслужбой шли переговоры, чтобы суда маломерные не выходили в море. Предварительно не подав полные списки всех, кто присутствует на борту. В том числе имя, фамилию, отчество. Сейчас продолжается подготовка к поднятию судна со дна. Буду держать вас в курсе событий. Спасибо, Александр. Я напомню, что подробный материал по этой теме вы можете увидеть в следующих выпусках новостей. Половина участковых избирательных комиссий в городе и области не работают. Это результаты мониторинга экспертов Комитета избирателей Украины. Они посетили четверть участков в Одесской области и более 40% избирательных пунктов в городе. Обращали внимание на уровень материально-технического обеспечения, компетентность членов комиссии и их работу. Также смотрели, удобно ли будет людям ознакомиться со списками. Результаты неутешительные. Несмотря на то, что наши участковые комиссии должны были начать работу не позже, чем с 11 октября, таблички, информирующие о том, что в здании находится участковая избирательная комиссия, отсутствовали вплоть до 14 октября на значительной части посещенных избирательных участков. Наверное, наиболее актуальный и краткий вывод будет, что для работы участковых избирательных комиссий выборы почему-то, как всегда, пришли неожиданно. Кроме этого, глава Одесской областной организации Киев рассказала о грубых нарушениях со стороны кандидатов, в том числе в подкупе избирателей. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, в регионе стартует кампания «Молодежь против гречки». В рамках акции даже состоится ряд конкурсов. Мы объявили два конкурса. Первый – это фото-антирейтинг «Лучший гречка сей». Мы предлагаем присылать к нам по хэштегу в социальных сетях соответствующие фото подкупа избирателей. И кроме этого, мы объявили конкурс на лучший видеоролик «Почему я иду на выборы». Подробности акции вы можете узнать на официальном сайте Комитета избирателей Украины. В Одессе запустили 89 котельных. Из них 10 больших, которые обслуживают жилые дома. Работы по подключению к централизованной системе отопления и горячего водоснабжения объектов соцсферы и жилых домов пока продолжаются. Тепло в школы, детские сады и медучреждения уже подают 7 угольных и 72 газовых котельных. В то же время на холодные батареи жалуются жители проспекта Шевченко, части поселка Котовского, Черемушек и центра города. Тепло понадобится уже скоро, так как на этой неделе в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Ежегодно в Украине от рака молочной железы умирают 8 тысяч женщин. Самое опасное то, что заболевание протекает без симптомов. Поэтому врачи просят хотя бы раз в год уделять внимание своему здоровью. Только в Одессе за год недуг выявляют почти у тысячи женщин. Это самая большая цифра во всей Украине. Каждая женщина, мы утверждаем, достигшая полувозрелого возраста, раз в год должна быть осмотрена мамологом. А после 40 лет в обязательном порядке выполнена мамография молочных желез. Следует ли делать мамограммы в более молодом возрасте? Нет, не следует. Врачи говорят, если выявить рак на ранней стадии, то летального исхода можно избежать. По статистике, 97% женщин, которым вовремя поставили диагноз, продолжают полноценно жить. Не те бренды. В Одессе накрыли очередной цех, в котором успешно шили контрафактную одежду, используя торговые марки Nike и Adidas. В результате обыска изъяли товар на общую сумму более 280 тысяч гривен. Как оказалось, в подпольной фирме работали 48 человек. В цеху нашли 16 спортивных костюмов Adidas, 332 куртки Nike и 49 швейных машин. Всю продукцию направили на исследование правообладателям указанных торговых марок. Следствие действия продолжается. Нет рабству в это воскресенье сказали в Одессе. 18 октября – общеевропейский день борьбы с торговлей людьми. На Соборной площади общественная организация «Вера, Надежда, Любовь» провела акцию, к которой мог присоединиться каждый желающий. Побывали там и наши корреспонденты. Одесса присоединилась к Европейскому дню против торговли людьми. В воскресенье на Соборной площади прошел флешмоб, поучаствовать в котором мог каждый. Белыми бантиками на синем фоне выложили надпись «Европа без торговли людьми». Наш регион является как и поставщиком, ну если можно так сказать, живого товара, так и транзитным. Потому что именно через наш регион отправляют в Турцию, в Арабские Эмираты, в Израиль, в Египет женщин, мужчин. Кстати, совершенно одинаково страдают как женщины, так и мужчины. Татьяна рассказывает, проблема рабства по-прежнему актуальна. Она изменилась, но не пропала. Если в 90-е годы, в начало 2000-х годов мы больше говорили о сексуальной эксплуатации молодых женщин, это было характерно, то на сегодняшний день больше характерна внутренняя торговля людьми, то есть внутри страны. Это когда людей берут на работу, допустим, в сфере сельского хозяйства, забирают документы, селят нечеловеческие условия, они отрабатывают сезон, после всего их выгоняют, не рассчитываясь. Это тоже проявление торговли людьми. Людям, попавшим в подобную ситуацию, активисты советуют в первую очередь не молчать. Если вы за рубежом, ищите выходы на украинское консульство. Если стали жертвой рабства внутри страны, обращайтесь на горячую линию. Вам постараются помочь. Несмотря на то, что с отмены крепостного права прошло уже полтора века, проблема рабства продолжает оставаться актуальной, в том числе и в нашей стране. Только в Одесской области с начала этого года зарегистрировано 18 обращений по фактам торговли людьми. Присоединились к общеевропейской акции против рабства Сергей Бандур, Алексей Филиппов, 7 канал. В Одесском национальном университете, возможно, скоро будут учить чешскому языку. Там появится кафедра чешской филологии. Об этом во время славянских чтений сообщил декан факультета Евгений Черноиваненко. В рамках европейского проекта «Эразмус плюс» для нашего университета за границей обещают подготовить несколько специалистов со знанием чешского языка. Отмечу, на первую всюукраинскую научную конференцию по словистике приехали гости из Львова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. А также филологи из Польши, Венгрии и Германии. Сегодня, вот в это непростое время, крайне важно не потерять культурные контакты, научные контакты, прислушиваться друг к другу, слышать друг к другу. Литература и наука – это то, что помогает выжить. Это действительно истина. Потому что читая и общаясь, ты обогащаешься. Ну и пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, заметили что-то необычное, звоните в нашу редакцию. Телефон 726-3226. Увидимся с вами через два часа. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова